здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мистер мистер мы с вами поговорим вот о таком ноже производства итальянской компании фантоник фантоник кат флиппер дизайна дмитрия синькевича сегодня на канале дмитрий синькевич известный белорусский дизайнер этого ножа приблизительно мой ровесник по моему пару лет у нас разница в возрасте поэтому я еще помню те времена когда он не сотрудничал с корпорацией кай и вот в те времена найти его ножи ну в каком-то таком производственном исполнении можно было только если вы были готовы купить нож японской компании rockstead или несколько более дешевые итальянские ножи фантони и вот вот такой вот кат флиппер это именно тот самый нож с которого началась моя любовь настоящая любовь к дизайном этого замечательного автора накладки на рукояти этого ножа сделаны из стекло текстолит gtm такого серо-черного цвета очень приятно вскрытого хотя и такого не вычеркнула не особенно яркого обратите внимание что лайнеры которые являются основу этой рукояти в некоторых местах очень значительно выходят за накладки и это такое дизайнерское решение при этом лайнеры вот в таком итальянском стиле очень 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 аккуратно обработаны не только в тех местах где пользователь соприкасается с ними руками но и там где он их вообще достать никак не может при этом обратите внимание на то что лайнеры совершенно не облегчены вообще нисколько из-за этого нож имеет по современным меркам достаточно большую массу но в те времена когда он был разработан это в общем-то считалось даже наверное достоинством для ножей подобного толка спейсер у этого ножа сделан из того же самого стеклотекстолита и здесь вот такое довольно таки изящное решение для крепления темляка сделала втулка которая немного так вот утоплена внутрь рукояти позволяет просто продернуть туда паракорд под нее я лично такие решения очень люблю и насколько я помню это был чуть не первый нож с вот таким достаточно изящным решением от дмитрия сенькевича ну впоследствии он еще не раз делал что-то подобное как и у большинства итальянских ножей клипса здесь исключительно комфортно очень легко нож можно посадить на карман снять с него и держится при этом уверенно ну и посмотрите она такая дизайнерская симпатичная у этого ножа отличная титановая клипса с фирменной символикой очень такая приятная эластичная действительно гибкая и очень комфортная на кармане клипсу если необходимо можно переставить на другую сторону рукояти здесь есть соответствующие насверленные отверстия в ряде случаев этот замок классифицируют как фреймлок в том числе сам производитель так делает на своем официальном сайте но здесь конечно вопрос такой если вы считаете что фреймлок может быть снаружи закрыт накладкой то это он потому что по всем остальным признакам это действительно очень похож на него замок ну а некоторые называют подобный замок версии лайнер лока что в общем то наверное и к фреймлоку тоже применимо я честно говоря сам когда-то владел подобным ножом только без вот такого черного покрытия думал что будет прекрасными 10 резаком но если честно оказалось что в моем эдисе у этого ножа ну просто что ли несколько толстоват клинок но в остальном друзья мои но вот понимаете это нож который предназначен ну скорее больше для такого силового реза на какой-нибудь плоской поверхности вот здесь вот эта форма апселепт и вот такая изогнутая рукоятка дмитрий вообще совершенно замечательно умеет прорабатывать с одной стороны внешний вид ножа а с другой стороны его эргономику это подтверждает максимальное количество тестов и вот собственно как фантоне кат флиппер оправдывает свое такое название кат это действительно очень режущий нож несмотря на толстый клинок накладки удерживаться на руках с помощью вот таких вот винтов с очень крупными головками с каждой стороны ну и собственно осевого узел также дизайнерский сочетающийся с этими вот головками винтов с одной стороны выглядит немного простовато но с другой стороны вот в сочетании с общими линиями ножа выглядит достаточно необычно у этого ножа очень хитрая конструкция осевого узла которая приводит к тому что вот как ты не смотри упорный штифт ножа увидеть невозможно дело просто в том что он как бы находится внутри специального паза который находится на пике клинка то есть увидеть его снаружи невозможно только при разборке я честно говоря не могу сказать что разбирал какое-то колоссальное количество складных ножей однако вот такое решение как на этом ноже мне не встречалось больше никогда плавник флиппера у ножа такой ну знаете старой школы здесь довольно таки жесткая насечка она основательно ощущается пальцем ну рвать палец она прямо не будет но это не по современным стандартам когда такую насечку уже часто предпочитают просто не делать здесь она такая вполне сильно ощутимая вот на моем точно также было я честно говоря думал что это ну какая-то такая может быть брак отдельного экземпляра но оказалось что все ножи фантоне такие причем не только вот этот флиппер а вообще все их складные ножи они не открываются так как это сейчас принято на ножевом рынке хотя открыть их одной рукой конечно же вполне можно форма клинка этого ножа настолько в целом на мой взгляд красивая что я не берусь комментировать вот все эти обводы фальш-лезвие и прочие такие вещи остановимся здесь на его функционале а его красоту я думаю вы оцените и сами во первых это клинок с довольно таки высоко поднятым кончиком такая форма по-английски называется abswept и она характерна для ножей такого условно-шкуросъемного назначения но при этом нужно обратить внимание на то что клинок имеет ну скажем так для такого ножа который можно принять за шкуросъемный достаточно толстый обух правда надо сказать что изящное фальш-лезвие с точки зрения внешнего вида ну как-то от этого избавляет но тем не менее это не делает нож тонким тем более посмотрите ближе кончику здесь что некоторые творения рика хинбер же напоминает откровенно говоря и вот собственно вот такая геометрия она в итоге немного обманчива то есть я честно говоря когда владел этим ножом вот когда загорелся им я думаю что это будет прям такой резак резак в том числе этому по продуктам то есть будет очень легко входить в разные такие простые субстанции это нож немного не для этого он скорее предназначен для такого знаете ну грубого такого силового реза вот тут сыграет его очень эргономически удобная рукоять и вот такую действительно сильно приподнятый кончик вот это вот дугой очень прекрасно входить какие-то такие материалы которые ну скажем так не так легко поддаются резу и требуют от оператора достаточно большого усилия но это конечно не тот нож который режет ну по сути дела сам по себе бывают такие ножи честно говоря в свое время не совсем понял его идею потом уже понял что пожалуй это просто нож который несколько не соответствует лично моим задачам а вот если у вас задачи подходят для подобной геометрии то скорее всего найти что-нибудь лучше вам будет очень трудно ну разве что версию такого же ножа с фиксированным клинком не могу очередной раз не признаться в любви к вот этому вот конкретному такому изгибистому дизайну рукояти который дмитрий синькевич сделал не только на этом ноже я все жду когда-нибудь появится ли кухонники флипперы которые он разработал приблизительно в те же самые времена когда был сделан фантоника у них немного другой клинок и немного другая форма рукояти но идея приблизительно та же вот это была бы просто великолепная находка для того чтобы как-то резать на плоской поверхности регулярно мои лично складные ножи довольно часто идут вход именно по продуктам и вот такая геометрия да с клинком потоньше ой 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 чтобы я дал чтобы мне кто-нибудь сконструировал и сделал подобный нож и и и и и и и и вот очень часто бывает так что те или иные производители делают рукояти своих ножей такими что ты берешь его в руку и сразу же у тебя возникает какое-то такое внутреннее намерение этим ножом ударить такая у ножа рукоять такая форма клинка на этом в общем-то едут маркетологи тех компаний которые активно продают тактические ножи а вот у этого ножа совершенно обратная ситуация ты его берешь в руки и вот весь этот дизайн продвигает тебя к тому чтобы немедленно этим ножом что-нибудь отрезать то есть сделать именно ту работу для которой он предназначен изначально для которой эта штуковина придумана ну просто вот хочется схватить я не знаю кромсать да что угодно какой-нибудь даже канат километрами потому что ну реально вот ну очень очень удобная рукоятка фонтони кат очень многим кажется таким в первую очередь дизайнерским ножом то есть дизайном ради дизайна но на самом деле многие ножи синькевича производят такое обманчивое впечатление дмитрий в свое время научился делать ножи которые с одной стороны производит впечатление своим внешним видом но при этом и по функционалу являются далеко не посредними представителями вот этого вот большого ножевого братства должен сказать удается ему это уже довольно давно но пожалуй кат флиппер это один из первых широко известных ножей дмитрия такого плана вот такой он фантони кат флиппер с вами на канале мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока